Идея фильма родилась из пьесы Ильи Тилькина под названием «Перезагрузка». Эта идея начала развиваться, и к нам ребята из компании «Водород» пришли среди этой картины, и сразу сказали «Да». Мы начали развивать метод, который в России до этого не использовался, но он, собственно, и в мире не особо-то использовался в этот момент. Это так называемая фотограмметрия, когда по набору фотографий можно воссоздать модель. Здесь были свои сложности, потому что мы не могли заставить ребенка все это сделать, и не могли его отсканировать. И это пришлось делать на глаз. Вот эта часть работы, она оказалась едва ли не самой сложной, наверное, потому что малейшее отклонение в модели, оно сразу считывается человеком как неестественное. Ребенок перестает быть похожим на себя, и все, мы дальше не можем двигаться. Это чрезвычайно сложная задача. Сразу стало нам понятно, что мы должны воспользоваться захватом движения для того, чтобы облегчить работу аниматоров, облегчить объем работы, такой вот очень сложной, кропотливой. И, собственно, мы начали работать в этом направлении. Ну что, работает? Мы написали собственную имплементацию некоторых методов, которые были разработаны для такого переноса, и систему назвали NIMBAL. Что ты вылупился? Вытащи меня отсюда. NIMBAL состоит из шлема, который надевается на голову актера, камера, которая снимает его лицо, далее программное обеспечение, которое обрабатывает получаемый видеопоток. И наше программное обеспечение состоит из трех частей. Первая часть — это модуль трекинга, который осуществляет отслеживание траектории ключевых точек лица. Второй модуль — это модуль ретаргетинга, то есть модуль переноса анимики актера на 3D-персонал. И третий модуль — это модуль визуализации, разработка которого нам помогла компания NVIDIA, предоставив нам свою разработку NVIDIA FaceWorks. Благодаря NVIDIA FaceWorks наши аниматоры могли в реальном видео видеть результат переноса анимики актера Сергея Тармаша на цифрового региона, что существенно упростило и ускорило их работу в ходе этого проекта.